Это уголовное дело прогремело на весь Казахстан еще в начале года. Двое молодых людей с особой жестокостью расправились со своим случайным знакомым. Сегодня в Петропавловске им вынесли приговор. Они получили почти 20 лет на двоих. Ольга Файзулина побывала на оглашении приговора. На скамье подсудимых 22-летний Сергей Ханин был грузчиком и 19-летний Сергей Маломыжев. Он закончил 9 классов, нигде не учился и не работал. В конце февраля они вместе выпивали на съемной квартире. По пути в магазин познакомились с 42-летним Рафаэлем Латфулиным. Увидели его на улице и пригласили. Он сначала отказался, но все равно почему-то согласился. Они его как бы заманили, напоили его. Сами-то они не сильно были пьяные. Он у меня был спокойным, хорошим. Хотя ему 42 года было, он был разведенный. Но бывало, что он выпивал. Но когда он хоть и выпивал, он никогда не дебоширил, никогда голос не повышал. В 5 утра молодые люди вызвались проводить домой нового знакомого. Со слов подсудимых он назвал их людьми нетрадиционной ориентации. Оскорбившись, они стали его избивать с особой жестокостью. Они его избивали, по страшному пинали по голове, по лицу. Он вообще молчал. Почему он молчал? Может, они его сразу убили. Может, у него кровозлияние было в мозг от удара сильного по голове. Почему он все время молчал? Они что только с ним не сотворяли. В 8 утра тело мужчины нашли случайные прохожие. Оно лежало под балконом одного из домов в рабочем поселке. Подсудимые вину признали, однако объяснить свой поступок не смогли. Родственники считают, что это было убийство и преступление заслуживает максимального срока наказания. Но дело велось по статье 106 Уголовного кодекса «Умышленное причинение вреда здоровью», которое привело к смерти. «Признать виновным Ханина Сергея Александровича и Маломыжева Игоря Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначить наказание Ханину Сергею Александровичу и Маломыжеву Игоря Сергеевичу по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». Родственники Рафаила Латфулина удовлетворены вынесенным приговором. Кроме того, суд частично одобрил иск на 10 миллионов о взыскании морального вреда в пользу матери убитого. Уже находясь за колючей проволокой, Ханин и Маломыжев должны будут выплатить ей 2 миллиона тенге.